Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли землю. Появлению государств предшествовала длительная история возникновения человечества, а затем и история расселения людей по планете. Раскопки, проведенные на всех материках, показали, что родина человека, скорее всего, можно считать Восточную Африку. Там были обнаружены останки предков людей, живших около трех миллионов лет назад. Они уже ходили на двух ногах. В Евразии человек появился более полутора миллионов лет назад. Это был так называемый человек прямоходящий. Он умел добывать огонь и скрывался от холода и непогоды в пещерах. По поводу времени и места появления современного человека, человека разумного, у ученых нет единого мнения. По некоторым гипотезам, он появился примерно 40 тысяч лет назад в Восточной Африке. К концу каменного века человек расселился почти по всей суше. Люди перемещались, мигрировали на новые земли постепенно. Из-за обширного оледенения уровень Мирового океана в то время понизился, и над водой оказались участки шельфа, которые стали для людей мостами между материками. Древние люди путешествовали не только по суше, но и по океанам. Долгое время возможность океанских плаваний древних мореходов подвергалась сомнению. Однако нашлись исследователи, которые доказали правильность этого предположения на собственном опыте. Одним из них был норвежец Тур Хейердал. В 1947 году на плоту Контики, построенном из легкой древесины бальсового дерева, он отправился в плавание от берегов Южной Америки до островов в центральной части Тихого океана, для того, чтобы доказать возможность их заселения с востока. Затем ученые вместе со своими коллегами, среди которых был и российский врач Юрий Александрович Сенкевич, совершил еще несколько путешествий на папирусные лодки Ра от Африки до островов Карибского моря и на камышовой лодке Тигрис по Персидскому заливу к восточным берегам Африки. Где появились древние государства? Древние люди добывали себе пропитание, охотясь на диких животных и собирая съедобные растения. Для этого им приходилось постоянно перемещаться на новые территории. Постепенно в разных районах земного шара произошел переход людей к оседлому образу жизни. Они стали обрабатывать землю, приручать и разводить животных. Возникли первые объединения людей, а позже первые государства. Дальнейшее развитие этих государств сильно зависело от особенностей их природы. Русский ученый Лев Ильич Мечников отметил, что первые государства появились и развивались в долинах рек. Для их жителей реки служили и транспортными путями, которые обеспечивали связь с другими народами, и источником воды, которую использовали для орошения полей, и источником пищи, рыболовства. Как вы уже знаете из курса истории, многие древние государства существовали на берегах Средиземного моря. Финикийцев считают самыми известными мореплавателями древности. Хорошими мореплавателями были и древние греки. Берега Греции изрезаны удобными для стоянок кораблей бухтами, расстояния между которыми невелики. Их можно преодолеть на весельных и парусных судах. В Южной Америке на берегу Тихого океана климат засушливый или чересчур влажный. Поэтому древние государства возникли в горах. Посадки бобов и кукурузы располагались на искусственных террасах, в долинах горных рек, на горных склонах. Выпасали одомашненных родственников верблюда, альпаку, гуанака и ламу. Откуда-куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? Самой первой и многочисленной миграцией в истории человечества стало так называемое «великое переселение народов» в середине первого тысячелетия нашей эры. Великие географические открытия в XV-XVII веках привели к миграции из Старого Света в Новый. Вслед за первооткрывателями на новые земли приходили завоеватели. Они старались подчинить вновь открытые земли, объявить их колониями своих стран. Часто колонизаторы завоевывали новые земли, разграбляя их богатства и уничтожая местных жителей. Именно так действовали испанцы Эрнан, Кортес и Франциско Писара в Америке в начале XVI века. На вновь открытые земли устремлялись и мирные переселенцы. Вновь прибывшие освоили землю на побережье Атлантического океана. На этой территории возникли первые штаты Соединенных Штатов Америки. В течение всей своей истории США остаются наиболее притягательными для мигрантов страной мира. Больше всего людей приехало в это государство в первые десятилетия XX века. Например, в 1907 году в США ежедневно пребывало около двух тысяч человек. Не всегда люди переезжали на новые места по своей воле. Самое большое количество людей насильно переселили с одного материка над рукой в эпоху работорговли. Это одна из самых мрачных страниц в истории освоения нового света. С начала XVI века и на протяжении трех последующих столетий миллион африканцев были вывезены в Северную и Южную Америку и на острова Карибского моря. Треугольник работорговли, по которому курсировали суда, перевозившие рабов, соединял побережье Западной Африки, острова в Карибском море и юго-восточное побережье Бразилии. С тех пор доля потомков, выходцев из Африки в составе жителей современной Америки достаточно велика. Первыми поселенцами в Австралии колонии Великобритании стали каторжники, в конце XVIII века перевезенные с Британских островов, где тюрьмы были переполнены заключенными. Сейчас люди переезжают с места на место, в том числе из одной страны в другую, в поисках лучшей работы, для получения образования по семейным обстоятельствам. Это стало возможным из-за расширения взаимосвязей между государствами, изменений на политической карте мира, распада возникновения стран, увеличения скорости транспортных средств, появления новых видов связей. В числе лидеров по количеству приезжающих США, многие страны Европы, Канада, Австралия. Уникальная роль России, которая с 1990-х годов стала одним из мировых центров притяжения иностранной рабочей силы. Выводы. Скорость освоения новых территорий Земли увеличилась после открытия нового света. По своей воле или насильно туда переселились миллионы людей, которые составили основу населения Америки и Австралии. В начале нынешнего века население нашей планеты как никогда мобильно. Ключевые слова и выражения – миграция, великое переселение народов.